Добрый день. Здравствуйте, Фёдорович. Уважаемые блогеры, сегодня снова 30 марта. Вы знаете, у меня, конечно, проблема с весом. Потому что только я перекусил, забегал в китайский. И вот сегодня с весом мы начали опять идти в ресторан, опять полкать, беседовать, говорить часами, так сказать, и так далее. И, к сожалению, проблема, так сказать... Ну, конечно, пытаешься что-то не есть, но вот вечные встречи, вечные такие посиделки. И всё равно мне что-то здесь ешь. И поэтому я все же здесь, в конце ресторанчика, у нас... Сейчас жду, товарищ должен подойти, у нас не кое-что обсудить. Так вот, я вам что хочу сказать по поводу ситуации в стране взрывов. Ну, вы видите, что... Ну, постепенно власть, как ни странно, начинает понимать, по крайней мере, делать лично, начинает понимать, что в стране необходимы выборы и так далее. Но самое удивительное, посмотрите, вот, допустим, по стране прокатились выступления, когда повысили цены на ЖКХ, и власть, так сказать, откатила. То есть, вы понимаете, уровень, уровень принятия решений этих людей. То есть, их народ схавывает, всё, мы молчим. Не схавывает, выходит, протестует, мы, так сказать, цены понижаем. Но так нельзя. Ведь, вы посмотрите сегодня, что творится в ЖКХ. Конечно, нужно вливать огромные деньги, но не через эти компании, а создавать нормальные муниципальные организации, ремонтировать сети, так сказать, приводить в божевский вид. Старые дома, там, где дома старые, нужно вообще понижать коэффициенты, применять, потому что людей так ниже. У нас, наоборот, чем хуже дом, различную экономику они там ввели, тем больше платят, потому что там щели и так далее, и тому подобное. Но у меня ощущение, что эти люди совсем не понимают, что происходит в стране, что не происходит в экономике. Совершенно не понимают. И плюс терроризм они сейчас обрушился. То есть, ни одну проблему за все эти годы, к сожалению, власть не решила. Ни одну. Ни терроризм, ни экономики, ни системы управления, ни судебной системы. Я юрист, я знаю, что такое, что происходит в судах. Там лучше не ходить. Почему? Потому что мало что прописано. Объективного разбирательства в судах нет ничего. Штампуют эти приговоры, эти решения судов. Штампуют дальше на верхом суде. Отменяем все. И в надзор, надо до надзора дойти еще. Понимаете, по все время и так далее. Поэтому, к сожалению, вот мы живем в такие времена, в такую эпоху, в такие времена. Но все равно кризис будет нарастать. Потому что износы основные фонды и так далее. И он наброшится на нас такой катастрофой. Причем, эти люди, которые сегодня стали чиновниками. Вы понимаете, я... Ну, их трудно назвать коллегами. Почему? Потому что по ФСБ я же там служил. Потому что это были молодые ребята. Я все-таки мы... За нами шло поколение уже школьников набирать. А мы все-таки были уже... У нас совершенно другие были взгляды на жизнь. Интересы были другие и так далее. И я помню, когда все побежали. Все, кто более-менее... Я помню, из ФСБ. Кто более-менее, так сказать... Ну, просто, вот, что называется... Так сказать, по образованию, по самостоятельной. Они все уходили, потому что, ну, невозможно. Там была ситуация выживания. Платили, я помню, 100 долларов мне не выходил. В лейтенантах там и так далее. Ну, кошмар же. Кошмар. И вот, я смотрю, сегодня пенсия генерала 7-8 тысяч. Пенсия полковника 10 тысяч. Ну, что такое? Ну, что за 10 тысяч 20 лет, так сказать... Компотировать себе нервы и так далее. Ну, это издевательство просто. Поэтому все, все разрушили. Все разрушили. Все. Абсолютно все. Я даже... У меня просто нет... У меня даже нет ощущений, вот, ну... Когда же это будет конец? Такая безнадежка. У меня нет представления, ну, когда же это все закончится. Потому что, ну, невозможно. Тем не менее, вот так вот мы в этом ситуации живем. Спасибо.